Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами антипокупки. Давненько не было этого формата, и он означает лишь одно. Мы с вами сможем вдоволь посплетничать о косметических новинках, а также составить wish-list грядущей черной пятницы. Потому что уже 2,3 сентября прошло, представляете, когда я записываю это видео. А это значит, что до ноября рукой подать. Он уже вот-вот скоро, а это значит черная пятница. Кстати, здесь я подпишу, какого числа в этом году черная пятница, самой любопытно. Ну что же, давайте посмотрим, что бренды для нас приготовили, и что же мы захотим купить, на что потратим свои денежки. Я, как обычно, открываю трендбут, и буду его листать, смотреть, что же у нас такое новенькое, свеженькое, о чем мы еще не говорили. Я вот так вбок отодвигаюсь, опочки, предоставляю, так сказать, место для героев сегодняшнего ролика, и мы начинаем. И первое, что мне попадается на глаза, это коллекция Colourpop After Hours. Не знаю даже, что сказать, но это стопроцентная антипокупка. Блин, вот когда нам последний раз что-то хотелось от Colourpop? Я знаю, когда нам последний раз хотелось что-то от Colourpop, и когда они выпустили коллаборацию с Сумерками. Я, кстати, так ничего и не прикупила из этой коллекции, хотя я хотела хайлайтеры и блески для губ. Ну, у меня нет ничего, я в принципе не жалею. Нет такого, что я прям сплю и вижу эту коллекцию и думаю, как же я так обошлась без нее. Тут, в принципе, ничего необычного, да, в этой нет палетке. Такая бежевато-розовая, с каким-то еще залетным зеленым оттенком. Не вау, не впечатляет. Они какие-то еще мультихромчики добавили. Кстати, мультихромчики-то симпатичные. Я вот сейчас смотрю на этим, на сводчах. On Sunset, Till Down и Silky Dress выглядят симпатично. Вот будет эпично, да, если мне захочется Colourpop потестировать. Ну, такие нюдовые помадки, тоже приятные оттенки, но без восторга, потому что неужели у кого-то нет до сих пор подобных цветов. Кремовая румяна и кремовые тени. Оттенки, кстати, OMW и Next Spot тоже такие симпатичные. Так, надо срочно проматывать. Видимо, то, что я давно не снимала антипокупки, дает о себе знать. И, кажется, мне уже даже Colourpop захотелось. Какой кошмар. Если я когда-нибудь сниму обзор на что-то от Colourpop, мне кажется, это будет прям вот гром среди ясного неба. Раздастся, потому что у меня Colourpop либо вообще не появлялся в видео, либо один раз появился с Мандалорианом. Не помню. Ну, нет, в целом палетка-то симпатичная. Просто нет в ней ничего такого грандиозного, чего бы мы не видели раньше. Пэт Маград, конечно же. Каждую осень радует нас, ну, радует в кавычках, я так буду делать. Огромной вот этой коллекции, да, гигантской. У нее она там была уже с этими, со звездными войнами. Что-то там еще какая-то была красная к китайскому Новому году коллекция. И, в общем, вот снова у нас гигантская коллекция. У нас тут одна большая палетка, две пятерки и три двушки. Теперь еще и двушки появились. То есть уже прям со всех утюгов, пожалуйста, несите свои денежки. Это, скорее всего, мимо. Потому что, как бы ни были завлекательны сводчи от Пэт, а они всегда очень красиво их снимают. Я вот подозреваю, что я однажды купила эту большую палетку. Потом ее продала сразу после обзора, потому что там не то качество, которое бывает в десятках от Пэт. Это не та Пэт, к которой мы привыкли и которую мы все хотим. И я думаю, что это никому не нужно. Симпатичные ли сводчи? Симпатичные. Куплю я это? Нет, на это я точно не буду тратить свои деньги. Даже если это попадет на скидки и будет стоить какие-то сущие копейки, все равно нет. Ну, потому что нужно знать себе косметическую цену, девочки. Так, следующая новинка, кажется, кстати, интересной. Это лайнеры от Анастасии Беверли Хиллз. И меня знаете, что привлекает? Меня привлекает белый лайнер. Потому что классную белую подводку найти достаточно тяжело. Я пробовала, ты инфлюенс. Она неплохая, единственный ее недостаток. Мне вот со временем начало казаться, что она быстро подсыхает. Можно рисовать, конечно, это все конкретно. Но хочется вот такой вот лайнер белый. Может, закажу. Кстати, я бы хотела, чтобы бежевый был. Вот почему бы им бежевый не выпустить? Вы видели у кого-нибудь в продаже бежевый лайнер? Я просто сегодня проснулась утром с мыслью, что я хочу нарисовать бежевые стрелки. Сделать коричневые смоки, нарисовать бежевые стрелки. Я так хочу. И я задумалась, видела ли я бежевый лайнер. И поняла, что, кажется, не видела ни разу. Так, что это у нас тут? Ага, коллаб Rem Beauty. Это, по-моему, бренд Арианы Гранда же. Вроде это ее, либо не ее. Короче, много звезд выпускают. Могу перепутать. С фильмом Wicked. Я, кстати, жду этот фильм. Просто не могу. Очень-очень хочу посмотреть. И этот коллаб у нас разделен на две части. Да, посвящен двум ведьмам. Эльфаби и Глинде. Кто у нас фанат волшебника страны ОСК, кто также будет смотреть фильм. Я вот сто процентов буду. Я вообще обожаю сказки, вот эти мультфильмы. Все это говорит человек, который постоянно смотрит хорроры, трюк-краймы. И тут же сказки, мультики, пожалуйста. Такие эмоциональные качели у меня зрительские бесконечно. Так вот, что там про коллаборацию. Палетка, честно говоря, вообще никакущая. То есть она выглядит такой скучной. Она выглядит максимально просто неинтересной. Если перекрыть зеленый и голубой рефилы, это просто такая скучища-скучищная. Могли бы что-то поинтереснее сделать, но внешне все это очень симпатичненько. Но покупать мы это что? Не будем. Тара-та-па-пам. Успех Хейли Бибер, кажется, не дает покоя никому. Все копируют вот эти бальзамы-блески. И вот Summer Fridays тоже выпускают такие блески кофейные. Все это красиво, симпатично. Весь Wildberries, весь Алиэкспресс завален подобными блесками. Мне кажется, что они выглядят плюс-минус одинаково. Они полупрозрачные, какие-то увлажняющие, такие, ну, влажные на губах. Все, нет в них ничего невероятного, на что стоило бы тратить большие деньги. Поэтому пропускаем. Вот мы добрались до кое-чего очень интересного. И это новая коллекция от Dior. Она такая достаточно обширная, знаете ли. У нас тут и просто Dior, и Dior Backstage. Все красиво, все замечательно. У Dior Backstage выходят новые хайлайтеры, которые мне, конечно же, что? Нужны. Потому что у меня есть... Я одну палетку продала, а две у меня есть. У меня нет золотой палетки, потому что я решила, что у меня и так много золотых хайлайтеров. Вот так это было. Вот. Но эту я хочу, очень хочу попробовать. Она мне нравится. И я хочу попробовать еще палеточку теней. Вот эту девятку тоже она выглядит приятной, симпатичной. Она тоже такая достаточно ежедневная. Но есть симпатичные цвета. Например, вот этот вот такой разбеленный какой-то бургунди. Конфетный розовый мне нравится. И синий тоже симпатичный, интересный. Он не выглядит прям грязным. Какие-то там сантинчики. В общем, я бы потестировала. Это достаточно приятно на мой вкус выглядит. Для каких-то воздушных, нежных макияжей. Может быть, очень даже, да. А может быть и нет. Хайлайтеры точно. Насчет палетки надо еще подумать, поразмыслить. И вот это вот дорого-богато. Такая золотая, золото-белая коллекция. Мне кажется, это что-то не в духе Диора, а что-то в духе Дольче Габбана. Хотя Жадор Диор, те же духи, да. Они вот в такой же стилистике. Нет, ну все это симпатично, все это приятно. Брать я это, скорее всего, все не буду. Вот, в общем, меня действительно привлекают только четверка хайлайтеров. Прям по-настоящему. Ой, вот эта палетка от Make Up For Ever мне тоже нужна. Потому что, как вы знаете, это моя любимая просто палетка кремовых румян от Make Up For Ever. Я их обожаю. А здесь у нас румяна на одной стороне, а на второй стороне хайлайтеры. Я эти палетки от Make Up For Ever готова просто все скупать и боготворить. Насколько они крутые. Так что ее я при возможности прикуплю. Она прям выглядит круто. Так, это у нас очередное обновление Дайсона. Очередной новый цвет. Все красиво, все замечательно. Проходим мимо. Доходим до герлинчика. Метеориты. Красивая упаковка, но я даже не представляю, кто-то до сих пор пользуется метеоритами. У меня есть, кстати, метеориты, я ими не пользуюсь. Блин. Вот, хотя я их скупала в огромном количестве раньше. Мне очень нравилось. Мне нравятся эти баночки. В принципе, они эстетичные и красивые. Мне очень нравится этот запах метеоритов. И, ну, какой эффект они дают на коже. Такой сияющий, красивый. Но не вижу больше смысла покупать. Хотя они прям милашки, симпатяшки. А вот палетка для глаз прям классно выглядит с этим красным и розовым рефилами. Вот ее я бы купила. Но она и внешне. Вы посмотрите, какая она крутая. Прям очень стильная, очень красивая. Ее, может быть, прикуплю. Ну, если будет такая возможность. Потому что она прям действительно очень круто выглядит. У меня аж это ручки задорожали. Какая красота. Что тут еще? Тут бронзер, помадки еще в коллекции. Ну, это мы можем пропустить. А вот чехол от помады тоже. Смотрите, какой прикольный, интересный, стильный. В общем-то, красиво. Мне не нужна эта помада, но чехольчик прям весьма привлекательно выглядит. Так завлекательно, знаете ли. Urban Decay. Как обычно. Ну, как они любят эти дурацкие упаковки. И почему всегда все выглядит таким устаревшим. Вот вроде формула же вот этих вот Moondust теней. Она крутая. Они такие влажные. Они красивые, сияющие, мельцающие на глазах. Но почему такое устаревшее? Почему так вот скучно? Не знаю. Ну, блин, это еще звезда. Фиг ее куда вообще положишь, уложишь, чтобы она нормально в ряду лежала. Она будет мешаться постоянно в ящике. Ну, не знаю. Такое себе. Это мимо. Мимо. Пропускаем. NYX. Это прикол какой-то. Я не знаю. NYX. Face Glue коллекция. И у них есть праймер и фиксирующий спрей. И по упаковке это действительно такой клей ПВА. Который вам предлагают изначально подготовить кожу. А потом уже зафиксировать весь макияж. Ну, еще забавно. NYX такая косметика. Все же таки, мне кажется, у них позиционирование на более юную аудиторию. На каких-то подростков. Чтобы им было весело, забавно и прикольно. Но я не думаю, что у меня есть желание при моей любви к люксовой косметике. Да даже NYX мне нравится в целом косметика. Но я бы не хотела, чтобы у меня стояло что-то по виду, напоминающее клей ПВА. То, что нужно носить на лицо. Как-то вообще не презентабельно. Это как духи вот эти от Moschino в упаковке мистера Пропера. Ну, что такое? Что за прикол? Мне не нравится. Made by Mitchell выпускает двушки хайлайтеров. Я, честно говоря, уже про этот бренд забыла. Я думала, он ушел глубоко в историю. Но нет, он еще есть. Вот вместе с кисточкой они выпускают. Кисточка даже на фотке какая-то потрепанная. По какой-то причине мне неведомой. И хайлайтеры выглядят, ну, очень не очень. Как-то совсем мне не нравятся. Они какие-то чересчур блестящие, яркие. Ну, вот знаете, как будто это не хайлайтер, а тени. Блин, может это тени? Нет. Двушки хайлайтеров. Блин, фу. Вообще ужасно смотрится. Не буду это покупать, сто процентов. У Анастасии выходит, наконец-то, новая палеточка. Девяточка. Называется она Spice. И она такая очень ежедневная, повседневная. Выглядит красиво. Надо признать, да? Вообще прям, ну, такая она. Хочется, хочется ей украситься. Она повседневная. Но у нас таких палеток миллиард. Их очень много. Зачем еще одна такая? Ну, но красиво. Ну, если будет недорого, я бы, может, даже взяла бы потестить. Просто потому, что я на таких продуктах в целом работаю. И они всегда пригождаются. Данесса Майрикс выпускает еще одну палетку. В ней просто куча этих сияшечек. 18 оттенков и 9 финишей. Причем состоит из трех, как бы, трех отсеков, да? И вот ставится все это в магнитную палетку. Ну, интересно, красивенько это все выглядит. Все это блестящее, яркое, супер классно. Но я вот точно прохожу мимо, потому что у меня есть много мультихромов, дуахромов различных. И я не могу сказать, что я как-то активно их использую в повседневной жизни, либо даже в работе. Потому что обычно все просят что-то около нюдовое. То есть, если это сияшка, то она там, ну, у клиентов варьируется от какой-то, может быть, беловато-розоватый до максимум какой-то золотисто-бронзовый. Ну, так, чтобы просили вот такие тени, их просят крайне редко. И на эти крайне редкие случаи у меня есть объемные запасы того, что можно человеку предложить вообще всех цветов. Поэтому эта палетка проходит мимо. Не вижу смысла еще одну копить и снова плодить эти ненужные оттеночки. Beauty Creations делают коллаб с трупом невесты. И как же раздражают эти бренды, которые постоянно пытаются нажиться на наших хороших детских воспоминаниях, на наших любимых фильмах, мультфильмах и прочее-прочее. Ах, труп невесты мне, конечно, нравится. Сам Тим Бертон мне, разумеется, нравится. Все это стильно и красиво выглядит. И я бы это даже с удовольствием попробовала. Оно, наверное, до России-то не доедет. Ну, палетка, честно, вот на вид, ну, такая скучища. Просто невероятно. Как будто всю фантазию потратили. Я понимаю, что эта палетка получается в гамме как бы мультфильма. То есть она подразумевает, что вы создадите образы, вдохновленные именно этими персонажами. Но, я не знаю, но это скучно. Хотя, говорю, если бы можно было заказать вот этот гробик классненький, который у них тут, я бы, наверное, заказала. Потому что выглядит прям приятно и симпатично. Но это так, какая-то хотелка, если бы попалась под руку условно. Но нет у меня прям цели это купить. Такого нет. Так, Патрик Та нам тут демонстрирует еще одни свои румяна, супер яркие, супер розовые. Ну, такое, да. Окей, Патрик Та молодец. Сережа, молодец. Лиза Элдридж выпускает новую палетку теней и кремовые тени. Я очень давно хочу попробовать ее тени. Вообще, мне нравится Лиза Элдридж, мне нравятся ее помады. Вообще, в принципе, бренд ее такой эстетичный, красивый. Hourglass напоминает, да, по своей стилистике. Я бы с удовольствием потестировала ее тени, ее кремовые тени. Может быть, я пару продуктов на Черную Пятницу закажу со Space & K. Пока не знаю, но вот есть желание что-нибудь от нее попробовать. Не факт, что именно эту палетку, но вот, может, пару продуктов закажем. Короче, друзья, я не знала, что это такое, да. Как говорится, если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Мне пришлось обратиться к Google, чтобы узнать, что это за зверь такой вообще от Исамайи и вот этого второго бренда. И это, короче, не, как это называется, это не просто накладные ресницы. Это типа набор для наращивания ресниц домашнего. И тут вот есть инструменты как раз для этого наращивания. Ой, мама, ой, мама. Блин, это просто, это стоит 142 доллара. И я вот думаю, а сколько стоит процедура в целом наращивания ресниц? Я просто никогда в жизни сама не наращивала ресницы. И я не знаю, сколько стоит эта процедура. Но что-то мне подсказывает, что там раз в месяц-полтора ходить к мастеру будет и качественнее, и дешевле. Даже нарастить вот такую же форму, прям фоточку показать, сказать, я вот так хочу. И вам вот нарастят, и вот будет, мне кажется, лучше, чем самому дома возиться со всеми этими агрегатами. И не дай бог еще что-то повредить. В общем, за 142 доллара, ну и сама я всегда ценник, вот это улетает просто в космос туда. Но это, как можно было такое вообще придумать? Это, это что такое? Так, Шиглэм, и у них тут какие-то бронзеры, скульпторы симпатичные, такие миленькие. Бренд Шиглэм, про него все говорят, его уже все пробовали, я одна его не пробовала. Но я уже писала Василисе, что мне нужен этот бренд, она мне его закажет, да, и я надеюсь, что он приедет. Он приедет, и мы с вами потестируем что-то из этого бренда, потому что, ну, мне и Василиса говорила, что он прям очень популярный, там есть мега-классные позиции, совсем за недорого. Я такая, когда цены увидела, я такая, сколько, извините, почему такие цены еще существуют, не где-то на Алиэкспресс, да. Но я так понимаю, что сам-то бренд тоже китайский, да, ну или производится в Китае, что-то такое, но качество, говорят, у него крутое. В общем, если вы тестировали Шиглэм, пишите об этом в комментах, как обычно, а я буду ждать то, что я заказывала, чтобы мне тоже потестировать. Селин выпускают косметическую линейку, ну, еще не все просто люксовые бренды нас порадовали косметикой, да, за бешеные деньги. Поэтому вот Селин тоже нас собирается порадовать. Я вижу тут пудру, лак для ногтей, конечно, что они все эти лаки для ногтей, блин, выпускают, как-то ненормальные. Вообще, много ли кто пользуется обычным лаком? Ну, сейчас, мне кажется, практически все ходят, делают там все гель-лак, вот эти все шелаки. Не знаю разницу, извините, если что-то не так назвала. Вот, мало я видела клиентов за время работы в салоне, которые бы пользовались обычными лаками, хотя такие тоже есть. Я вот вообще не пользуюсь, как вы видите, потому что у меня после работы там с бровями или с косметикой вечно все грязное, вот это вот неудобно вычищать, поэтому я просто ничем не крашу. Так вот, окей, лаки, что это такое еще? По-моему, вот подводка какая-то, румяна и помады. Ну, будем ждать, когда они выпустят это, и будем ждать самой главной цены, потому что непонятно, за сколько вся эта роскошь будет продаваться, но явно не дешево это вот. Это точно не дешево будет. Господи, мак все еще живы, мне кажется, уже с этот бренд, уже пора какой-то ребрендинг устроить, ну сколько можно, ну каждый раз одно и то же. Но опять эти помады, никому не нужные, ну даже упаковка не привлекает уже, ну ни о чем, мак и мак, фигни, очередная лимитка, миллион своих лимиток делают. Вот что интересно, так это вот эти вот хайлайтеры от Хиндаша. Надо, кстати, заказать. Я забыла заказать, надо заказать, потому что я очень хочу. Вы посмотрите, какие они красивые. Я хочу, ну, получается, два оттенка, которые посветлее, потому что тот оттенок, который потемнее, он, наверное, будет мне темноват. А два светлых я безумно хочу, они какие-то переливающиеся, искристые. Как это красиво, как это невероятно просто. Ну я обожаю Хиндаша, у меня нет к нему какого-то, как сказать, объективного, мне кажется, отношения. Я просто люблю то, что он делает. Мне нравятся его макияжи, он мне нравится как визажист, как профессионал. Он такой тихий, скромный, спокойный, какой-то неконфликтный, без всяких скандалов. Вот очень приятный. И косметика, которую он делает, тоже выглядит приятно. Хочется потестировать, потому что это его многофункциональная первая палеточка, Бьютопси. Это до сих пор один из моих любимых продуктов. Я им постоянно пользуюсь. Она, благо, такая стойкая, не кончается быстро. Вот, и очень универсальные хайлайтеры, я думаю, тоже будут красивые. Ты кто такой, чудовище? А, это у нас коллекция от Too Faced. Мы что-то пошли сейчас это по брендам, не считая Хиндаши, которые вот медленно там что-то такие на последнем издыхании. Урбан ДиКей, Мако, Too Faced, пожалуйста. Вообще кто-то это покупает. Вот это вечное барахло от Too Faced, которое они вот так вот швыряют. Неужели, вот у них же хорошее качество теней. Неужели они не могут просто, там, раз в сезон, да, грубо говоря, выпускать классную палетку теней. И не мучить нас вот этим вечным потоком никому ненужной ерунды. Просто гора всего. Мне кажется, если сложить просто всю эту ненужную косметику, она займет целый город, если не целый континент. Ой, ужас. Ну тут опять же, все очень скучно. Ничего интересного нет вот в этих новинках от Too Faced. Они просто банальные до невозможности. Опять у них, оп, палетка с фиолетовым оттеночком, ага. И зеленая палетка без зеленого оттеночка. Угу. Вот так вот. Ну тут, возможно, какой-то будет зеленоватая какая-то сияшка, но по логике уж тогда бы зеленый какой-то поместили. Не знаю. Просто какая-то ерунда, честно говоря. Вот на все смотрю и такая, да что вообще это вы выпускали, друзья мои? Да что такое? Зачем оно надо? Опачки! Мы дошли до Никса, которые сделали коллаборацию, угадайте с кем. А нет, не с Wicked, а с Битлджусом. Я жду Битлджуса второго. Сколько лет мы ждали Битлджуса? Друзья, напишите, кто тоже фанат этого фильма. Я обожаю первого Битлджуса и второго. Я, конечно же, жду выхода. Я с удовольствием схожу в кино. И вот Никс выпускают коллаборацию с Битлджусом. И я вот смотрю на то, что они тут навыпускали. И мне это вообще не надо. Но как будто бы надо, да? Я помню, я покупала от Melt Cosmetics коллаб с Битлджусом. Он мне нравился. Но я потом продала эту палетку, потому что я ее не пользовалась. Но мне нравился сам факт, что это Битлджус. Поэтому я думаю, что здесь лучше не рисковать и ничего не покупать. Потому что я куплю, а в итоге окажется, что оно мне вообще не нужно. И это будут бесцельно потраченные деньги. А денежки надо тратить с умом. Вот мы и дошли до категории траты денег с умом. Какое видео я выпускаю каждый год уже традиционно? Это видео о трех палетках Hourglass. В этом году я также заказала все три палетки Hourglass. Сейчас они где-то на пути к Казахстану. Я очень надеюсь, что они поскорее туда доедут. Мне их оттуда экспресс-деком отправят. И я быстренько сниму вам обзорчик на все три палеточки. Я даже не могу сказать, какая из них мне нравится больше. Кто-то там уже шутил про зоопарк. Что типа как же так? Я же зоопарк собираю. Но вот для собирающих зоопарк у них есть дракон. А для остальных есть злой глаз и лотосы. Вообще лотосы непонятно к чему. Как они там оказались? По какой логике? Я ничего не поняла. Но окей. Лично мне внешне очень нравится дракон. На втором месте у меня глаз. И на третьем месте лотосы. Но они на третьем месте только потому, что они самые темные. И я не уверена, что вот эта палетка будет для меня адекватной. Что она мне пригодится. Но что классно в этих трех палетках. В этом году, по-моему, в каждой по пять новых рефилов. Наконец-то. Не повторяющиеся из палетки в палетку. А вот по пять будет новых. И это круто. Это прям офигенно. То есть получается, что мы получим действительно свежий, еще ни разу не пробованный продукт. Ну и выглядят они шикарно, как и каждый год. А урглаз в этом плане молодцы. Жаль стоит. Это дико дорого. Так, Вестман Ателье выпускают консилеры. И Вестман Ателье дико дорогой бренд. Я ничего от них еще не пробовала. Но его очень хвалят. И я бы с удовольствием потестировала эти консилеры. В том числе, возможно, на Черную Пятницу что-нибудь закажу с Культ Бьюти. Но опять же, это не точно. Это вот такое предположение. Посмотрим, какую скидку, во-первых, даст Культ. А во-вторых, ну нужно же будет все равно там отслеживать, сколько денег ты потратил. Я не хочу разориться на Черной Пятнице. Гуччи запускают хайлайтеры, которые я, конечно, хочу попробовать. Потому что посмотрите, как это красиво. Это же очень красиво. Румяна от Гуччи я люблю. Бронзер от Гуччи я пытаюсь продать. Хайлайтеры от Гуччи я буду пробовать. Вот такой круговорот косметики Гуччи в моей жизни. Скажу вам очень забавную штуку. Я так понимаю, что выпускается она только на азиатский рынок. Это от Maybelline эти Super Stay тинты. Но они такие плюшевые. Они очень забавно выглядят. Они очаровательные просто. И такие красивые цвета. Мне вообще всегда нравятся продукты для губ, которые выпускают на азиатский рынок. И у меня всегда вопрос. Почему вы не можете их привезти на другие рынки тоже? Потому что вот, ну, мне бы хотелось такое попробовать. Мне вообще очень нравится то, что делают именно для азиатских рынков. Это прям красиво. Это выглядит невероятно. Просто роскошь. Я тоже хочу такое. Не ехать же мне в Азию, чтобы купить эту штуку от Maybelline. Еще одна новиночка Патрика Та. И это я бы уж с удовольствием попробовала. Это тональный крем. У него тут просто миллион оттенков. Надеюсь, все будут довольны. Мне постоянно попадаются в инсте блогеры. Там одна темнокожая блогерша, которая тестирует какие-нибудь румяна или пудры. И такая, посмотрите, разве это для темнокожих? Блин, не все делается для темнокожих. Светлокожим тоже надо чем-то пользоваться. Ну, блин. Ну, вот так бывает. Что-то, что подходит на одному цвету кожи, не подойдет, скорее всего, другому. Она всегда так возмущается, как будто, я не знаю, как будто только для темнокожих должны выпускать косметику. Возможно, когда-нибудь так и будет, но пока еще нет. Пока еще хотелось бы, чтобы на всех хватало. Окей, заканчиваем эти рассуждения и поговорим о том, что, да, мне нравится вот эта новинка от Патрика. Я с удовольствием потестирую. Мне очень нравится еще, что все свотчи продемонстрированы не просто на руке, а на моделях. И можно, ну так, гипотетически предположить, какая из моделей соответствует вашему оттенку кожи. Мне, честно говоря, это всегда немножко сложно дается. Я только по одной девушке у Шарлотты могла определять, какой цвет кожи совпадает с моим, потому что вот ее оттенок кожи, да, то, что на ней было, всегда подходило идеально мне. Но последнее время она не появляется у Шарлотты, ну и у Патрика ее нет, так что как-нибудь буду уж выбирать. Не знаю как, ну посмотрим, да, вот так вот пальцем в небо будет. Потом, если что, там аджастеры, консилеры подмешиваешь и нормально по цвету вроде подходит. Опачки, что у нас тут за новинка? Это Наташечка Динона и I need a warm palette. И я вам так скажу, это не просто хотелка, вот она у меня, рядышком со мной. И завтра я приступлю к тестированию этой палетки. Так что ждите обзор, друзья мои. Девятка от Шарлотты. Мне кажется, что я эту фотографию видела еще в прошлом году. Может быть у меня какие-то уже глюки, но мне кажется, что ее спойлерили. И я еще подумала, почему она так и не вышла, но вот видимо она выйдет в этом году. Ну, либо ко дню Святого Валентина. В общем, она приятная и милая, но если в прошлом году я прям ее очень хотела, то в этом году я на нее смотрю и понимаю, что она такая немножечко скучная. И я вообще не уверена, что я буду ее покупать. Потому что какая-то она, ну такая уже, уже не сильно меня привлекает. Шенты Кай снова выпускают мини-коллекцию с тремя бальзамами и палеточкой теней с гепардами. У них все всегда очень красиво, женственно, ежедневно, замечательно. Все прекрасно, кроме цены. Потому что цена у них такая, что ты, блин, даже в страшном сне не можешь себе предположить, что ты пойдешь и ты и купишь. Тем более за такие банальные оттенки. Да, вот эта палетка красивая она, ну симпатичная такая, да, но она максимально ежедневная. Ну там даже никакого разнообразия нет. Там будет постоянно один и тот же макияж, но максимум два. При очень большой фантазии три макияжа, окей, с ней будет делаться. Потому что никто не будет запариваться, там еще какие-то формы выстраивать. Но она, видимо, на это и рассчитана, что быстренько накрасился и побежал. Но за те деньги, которые они за нее просят, а именно 78 долларов за трешечку теней и 54 доллара за одну помадку. Но это вот просто разориться можно. Нет, это вот точно не... Это точно пройдет мимо. Как бы мне не нравился Шанты Кай, я очень редко у них что-то покупаю, потому что нельзя брать такие деньжища огромные за косметику. Ой, я пока возмущалась, долистала до еще одной Naked от Urban Decay. Просто все Naked это уже что-то настолько древнее. И вот она даже выглядит древней. Она даже по своей цветовой гамме, блин, выглядит максимально древней. Это палетка откуда-то из прошлого. Ее похоронили, а она восстала из мертвых и снова продается. Вот примерно такое ощущение у меня от этого запуска. Ну, совсем мимо. А вот тушь от Шарлотты Exagerize я очень хочу попробовать. Ну, во-первых, я люблю Шарлоту, я от нее практически все пробую. А во-вторых, эта тушь действительно на промо-фото выглядит такой завлекающей. Хотя ресницы как бы у девушек, на которых это все сделано, сами по себе длинные. Но ничего, это выглядит как тушь, которая мне понравится, потому что она как будто, так знаете, жирненькие реснички делает, эти паучьи лапки. А я такое обожаю. Еще один запуск от Too Faced. Какие-то у нас тут безумные эти яблочки. Как называется-то эта палетка? Apple in Love Palette. Вот так вот она называется. И... Нет, пожалуйста. Тут у нас теперь мятный оттенок такой. Хоп, ни с того ни с сего. Вот в этой вот такой тоже розовато-красновато-бургундигаме. Хоп, зеленый яркий такой мятный цвет ворвался. Too Faced, как будто они делают что-то не то. Вот даже смотришь на свочи. Ну, вот они вроде сочные, классные свочи. Это наверняка будет хорошая по качеству палетка. Ну, вот она такая скучная, такая непривлекательная, абсолютно никому не нужная, блин, палетка. Зачем эти дурацкие новинки? Я вообще не представляю. Я знаете, что жду? Я жду, как и каждый год. Что же выпустит худочка? Какая у нее будет палетка? Кстати, может быть, кто-то видел какие-то спойлеры. Если видели, скидывайте все в телегу. Потому что мне безумно любопытно. Ну, я люблю отхуды вот эти палетки. Каждый год она выпускает. И мне невероятно интересно, что будет в этом году. В этом, получается? Нет, уже в следующем, получается, году. Ну, не важно, короче, что она выпустит. Нет, или в этом году, в конце года же, да? Где-то как раз в районе Черной Пятницы. Короче, скоро мы должны узнать. Ну, и давайте напоследок. Я вам покажу кое-что очень забавное. А именно, Дольче Габбана выпускают парфюм для ваших питомцев. Пожалуйста, вот смотрите, парфюм для собак. Очень мило. Ошейничек еще такой очаровательный. Он как будто из мультика. Леди и бродяга вышел этот песик. Он такой милый, такой сладкий. Он еще и надушенный. Я надушенных людей-то не всегда могу переварить. А уж надушенных собак тем более. На этой радостной и забавной ноте мы заканчиваем наши антипокупки. Вы, конечно же, пишите в комментариях, что из этой косметики хочется попробовать вам. А, возможно, вы уже что-то попробовали. Тогда пишите свои впечатления. Ну, и в целом, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забудьте подписаться на остальные мои соцсети. На них всегда есть ссылочка в описании под видео. Телеграм, Инстаграм, Вконтакте. И для желающих поддержать меня с финансовой стороны еще и бусте. Все, на этом я точно заканчиваю. Целую вас, обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.